Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран и приветствую вас на своем канале. И вы знаете, друзья, с каждым годом регистрируется все больше и больше браков в Польше, польско-украинских браков. И причем 80% из всех этих браков составляет именно союз поляка с украинкой. Это рекордные показатели. И согласно данным главного статистического управления Польши, число браков именно поляков с украинками в 2011 году составило 298, в 2016 году составило уже 782, а в 2018 году количество семейных союзов стало рекордным. Это 1338 союзов. И объяснение этому очень простое. Все больше украинцев приезжают в Польшу, чтобы остаться здесь и создать семью. Поэтому в этом видео мы поговорим с вами, куда обратиться и какие необходимые документы подготовить для того, чтобы зарегистрировать ваш союз. Поэтому, если интересно, то усаживайтесь поудобнее. Поехали! Друзья, переводите деньги через TransferGo, потому что это надежно, быстро и пользуясь сам. Ссылка на бесплатный перевод в описании под видео. Ну что же, друзья, создание семьи – это важный шаг в отношениях любой пары. И пребывание за границей не должно быть препятствием для бракосочетания. Что должны знать иностранцы, которые решили заключить брак в Польше? Для того, чтобы зарегистрировать отношения в Польше, иностранцам нужно обратиться в управление гражданского состояния. Ужонт стану цивильнегу. Который является аналогом органов ЗАГС в Украине. Там всегда можно получить подробную информацию о том, как будет происходить процесс и получить перечень всех документов, которые нужно будет подготовить. Итак, какие же нужны документы? Для проведения процедуры регистрации в польском государственном учреждении документы подаются не позднее, чем за 30 дней до желаемой даты торжества. При наличии определенных обстоятельств, например, в случае болезни, регистрация брака может быть произведена быстрее. Также в подобных ситуациях можно обратиться в посольство или консульство страны происхождения иностранца с просьбой ускорить процедуру. Список документов, которые нужно для заключения брака между иностранцем и иностранцем, либо иностранцем и гражданином страны, одинаковы. В него входят паспорта молодоженов, свидетельство о рождении, справка, подтверждающая отсутствие препятствий для заключения брака за рубежом и подтверждение оплаты гербового сбора – это 84 злотых. В том случае, если невесты в прошлом были женаты и развелись, то нужно также подготовить свидетельство или судебное решение о расторжении этого брака. Если же речь идет о вдовце, либо о вдове, то обязательно прилагается свидетельство о смерти супруга, либо супруги. Все документы нужно перевести на польский язык и заверить у нотариуса. Что же касается справки об отсутствии препятствий для заключения брака, то ее нужно получить в стране своего происхождения. И, к сожалению, в Украине такой документ получить невозможно, ведь с 2011 года украинская власть перестала их выдавать. И чтобы избежать предоставления этой справки, украинцам нужно дополнительно получить решение суда в Польше о получении освобождения от подачи такого документа. Исковое заявление должно быть написано от имени жениха или невесты иностранца, соответствовать требованиям процессуальной документации, а также содержать следующую информацию. Дату и место подачи заявления. Фамилию и имя заявителя. Номер паспорта или паспорта. Причину, почему невозможно получить документ в стране происхождения. Подпись. Также к заявлению могут требовать приложить копии паспортов и свидетельства о рождении. После того, как заявление будет подано, нужно будет оплатить 100 злотых на банковский счет районного суда для рассмотрения дела и ждать ответа. Длиться процедура может от одного месяца до полугода. Учитывая неопределенность сроков, стоит позаботиться об этом документе заранее. Только на основании полученного решения в дальнейшем иностранцу можно будет заключить брак в Польше. В случае заключения брака с гражданином Польши, иностранец также вправе претендовать на карту временного побыта. А через три года совместного проживания на территории государства – карту постоянного побыта. Стоит заметить, что в ситуации, когда жених или невеста имеют карту долгосрочного резидента ЕС или постоянного побыта, у второй половинки появляется возможность легализировать свое проживание в Польше. После женитьбы нужно подать в воеводское управление заявление на получение карты временного побыта на основании воссоединения семьи. Также возможен вариант брака в Костеле. Если есть желание взять брак в храме, то нужно подготовить и подать в выбранный приход дополнительные документы. Подтверждение того, что раньше не принимали брака в церкви. Украинцам нужно взять такую справку с прихода по месту жительства в Украине. В случае расторжения предыдущего брака – документ о церковном разводе. Справку сужен достану Цивильнегу, которая засвидетельствует то, что каждый из молодоженов не имеет официальных отношений на данный момент. И свидетельство о крещении. Иностранцы должны предоставить также заверенные переводы этих документов на польский язык. После заключения брака необходимо будет подписать документ, которым засвидетельствуете, что ваши дети будут воспитываться в католической вере. Кроме того, могут требовать совершения определенных действий. Например, пройти науки, беседы со священником перед венчанием. Регистрация и получение свидетельства. После того, как будут собраны все необходимые документы и подано заявление в управление гражданского состояния, можно будет выбрать дату для заключения брака. Важно то, что в случае владения польским языком на низком уровне, нужно будет воспользоваться услугами присяжного переводчика. Торжественное мероприятие чаще всего происходит в помещении управления, где должны присутствовать минимум два свидетеля. Свидетельство о регистрации брака можно будет получить сразу же после заключения брачных отношений. Законодательство Польши предусматривает также признание церковного брака без необходимости прохождения дополнительной процедуры в государственном органе. Речь идет о так называемом браке конкордате, шлюп конкордатове. Например, если церемония проводилась в католическом или православном храме, то в течение пяти дней священник передает все документы в управление гражданского состояния. Уже там на их основе бесплатно оформляют свидетельство государственного образца, которое можно будет забрать в течение двух недель. То есть, как видим, бракосочетание иностранцев в Польше может превратиться в дополнительную длинную процедуру, которая может потребовать много терпения и времени. Однако, если начать подготовку документов заранее, то этот процесс будет значительно легче и позволит быстрее получить официальный статус супругов. Ну что же, друзья, а на этом у меня все. Надеюсь, это видео было вам полезно и интересно. Как всегда, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и внизу в описании под видео вы найдете много интересных ссылок, которые могут быть вам полезны и интересны. Ну что же, друзья, а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!